Сегодняшний семинар Я хочу посвятить такой своеобразной проблеме, которая нас окружает. Она связана с активным и пассивным отношением к своей жизни. И поводом для этого семинара служит некий активизм, который сейчас проявляет Кургинян. Я хочу вам примерить той метафизики, которую Кургинян развивает, показать на самом деле, как устроена наша жизнь. Почему на самом деле одни люди в этой жизни пытаются что-то сделать, являются активными. На, сядь просто, стань здесь по самому камеру, а тебя сядь. Можешь сесть. Портишь же. Ну а что? Ты же портишься. Хочу показать, почему в нашей жизни одни люди являются активными, да, и пытаются что-то сделать. Причем этот активизм, он не имеет смысла того, чтобы деньги заработать там, а не там слабо добиться. А просто вот люди считают, что им просто скажем так, это в общем термином, просто интересно что-то делать. И они это что-то интересное делают, да, невзирая там, возможно, даже на траты, как бы невзирая на время. Просто интересно, и они это делают. И другие люди, которые, как кажется на словах, огорчены тем, что жизнь такая скучная, что вот можно было бы что-то сделать, построить общину там, христианскую там, попытаться там, двигаться как-то в лоне философии. Создать философский сайт на основе этого философского сайта, создать некое философское движение, там, причем не просто какое-то философское частное движение, да, которое охватило бы всю страну, да, создать русское философское движение. То есть, несмотря на все вот эти лозунги, несмотря на всю эту риторику, в итоге оказывается, что никто ничего не хочет делать. То есть, мечтать все любят, и мечтать готовы. Когда оказывается, что эти мечтания можно как-то воплотить, когда действительно все сходится на том, что возникают возможности, вдруг оказывается, что люди не готовы, что это была только мечта, и они не хотели никакого существования, они не хотели остаться в этой мечте, и более того, люди обижаются даже, когда они говорят, что, ребята, вот есть же возможность, давайте что-то сделаем. Они не хотят, они обижаются, они хотят остаться при своей мечте. Вот это вот маленькое предисловие, о чем я буду говорить, да. Но на самом деле начнем с Кургинян. Вот Кургинян проявляет большую активность, уж не знаю, там, эта активность инспирирована внешними факторами, кто-то его там двигает, или он сам такой деятель. Ну, судя по всему, он сам, на самом деле, делает себя, сам себя, он сам движется, сам что-то делает для того, чтобы создать некую, вот, вокруг себя некий фон активности, да, чтобы привлечь людей для какого-то дела. И он говорит, что основой и фундаментом всей, всего его активизма служат вот некой метафизм, да. Поскольку я не собираюсь и не занимаюсь политикой, да, и не стану именно со стороны политики как-то обсуждать, то есть, является ли, там, Кургинян, там, реакционером, там, или он является прогрессистом, мне как-то это все равно, поэтому я хочу просто рассмотреть, собственно, о чем говорит Кургинян, что он называет метафизм. Вот, если обратиться к тем 41 видеороликам, которые объединены единым названием Суд времени, да, и попытаться понять, что же там, на самом деле, в этих роликах было сказано, то можно вычленить вот следующую логику. Кургинян любит рассуждать в религиозных теменах, поэтому я последую его примеру, буду тоже осуждать в неких религиозных темах. Речь идет о том, как он говорит, что всякая религия имеет в качестве своего ведра метафизику. И вот, как эта метафизика члениться, да, она члениться, согласно Кургиняну, и, в принципе, его логика не лишена основания, она действительно вполне добротна. Она члениться согласно тому, как люди относятся к пониманию того, что из-за, откуда оно берется. То есть она понимается на основе того, что вот Бог создал мир, и вроде бы, как создатель должен был этот мир создать благим, и в этом мире не должно было быть зла. Но зло в этом мире есть, да, и вот метафизика делится в зависимости от того, как объясняется возникновение в этом мире зла. Вот первая позиция, которую Кургинян называет либеральной метафизикой, и, в принципе, название очень точное, состоит в том, что зло берется в том, что люди свободны. То есть Бог создал мир, да, он благ, и мир, созданный, являясь благим, но, тем не менее, человек, в силу того, что он свободен, он вносит в этот мир некой своей волей, и источником зла, который в мире царит, является это вот своей волей. И Кургинян считает, что 99% традиционных обществ, ну, прежде всего, имеется в виду христианских обществ в Европе, потому что именно этот вопрос его больше всего интересует, оно было основано именно на таком понимании зла. Но существует еще два варианта, которые Кургинян также приводит внимание. Первый вариант – это гоностическое понимание зла. В свое время христианством это понимание зла было отвергнуто, да, был такой маркион, он считается, он считается ересиарком, да, он как бы, его учение считается ереси, он считал, что мир создал некий демюрк. Этот демюрк изначально злой, он узурпировал как-то там тайно власть от Бога, да, и в тайне от Бога, из материи, а материя, согласно гностикам, является источником всякого зла, он создал мир, и люди, которые на самом деле изначально являются душами, погреблены в этом мире, да, под спудом материального, да, и вот они томятся и не могут из него вырваться. И как бы, собственно, христианство разворачивается в том, что появляется Иисус Христос, да, вот это посланец истинного Бога, вот того верховного Бога, да, и этот Иисус Христос как бы борется, собственно, с демюрком, князем мира сего, да, и вот он как бы искупает человечество, это буквально в смысле означает, как бы искупает его от зависимости от материи, да. Собственно, как бы вся гностическая философия пронизана вот этой какой-то ненавистью, от материи, да, потому что материя – это и есть то начало, откуда берется зло. И, собственно, исходя из гностиков, следует, что, хотя сохраняется некий монизм, да, потому что Бог один, и потому что Бог Верховный один, и все исходит из него, из этого Верховного Бога, тем не менее, как бы, вот намещается некая тенденция к дуализму, да, потому что демюр, собственно, вот этот злой Бог, он создал в этом. Это вторая позиция. И третья позиция, которую Круггинян потом впоследствии называет красным проектом, это позиция, когда мир представляет собой некое дуальное начало, есть, как бы, предвечная тьма, и есть, как бы, светлое начало, да, начало божеское, да, причем и то, и другое начало одновременно и взаимо, как бы, независимо, да, они с друг другом борются. Ну, такой дуализм, например, представлен для религии, там, как мы знаем, зороастризма, ну, в принципе, это тоже логическая возможность, да, либо, как бы, начало одно, либо манизм, либо, как бы, дуализм, да, вот, и этот дуализм Круггинян и предлагают считать красным проектом, собственно, той метафизикой, которой я хочу посвятить некоторое время и рассуждать. Теперь, вот, обозрев это, это некое религиозное введение, вщеленение метафизики по стратам, да, и показать, на самом деле, что ту метафизику, за которую Рад Круггинян есть метафизика, вот, это дуализма, попытаемся, как бы, перейти в термины другие, в политические термины, для того, чтобы показать, как это же самое вщеленение в других терминах себя проявляет. А именно, было традиционно общество. Теперь мы, как бы, рассуждаем в светских темах. Это традиционно общество, оно было статичным, да, как известно, там, что оно слабо менялось, преобладало натуральное хозяйство, там, не было прогресса, собственно, не было особых никаких прибыли, там, невозможно был, там, социальный лифт, в общем, общество было неподвижно. И вот этому, на смену этого неподвижного общества наступает модерн, да, который, как раз, все это общество подтачивает и движет человечество, какому-то новому миру, да, который подвижен, да, который основан на естественности и разуме. На естественности и разуме. Но модерн изначально, ну, это, можно поверить, я думаю, в этом Кургиняну, что изначально является светским, изначально в смысле метафизики является неким светским, безметафизичным проектом. То есть изначально модернизм поставил на то, что надо использовать вот человеческие какие-то свойства, человеческие интересы и стремления, как бы основывать общество, исходя из них, да, исходя из того, что потом образуется, из столкновения отдельных индивидов образуются, как бы, там, договоры некие, образуется, как бы, некая этика, да, из этой этики образуется государство и все прочее. То есть изначально там метафизики никакого не было заложено. И более того, мы как-то знаем из истории, что как раз именно с модернизмом связано вот это все движение рационализма и философии, и науки, и так далее. Так вот, как раз, поскольку, как раз традиционное общество, ну, если их следует Кургиняну, как бы, и его логике, да, оно как раз связано вот с этим изначальным либеральным проектом, да, когда метафизика рассматривается в смысле того, что, как бы, зло происходит от свободы воли. То есть, если посмотреть в уголок, получается, что человек не должен изменять мир, да, если зло происходит от свободы воли, то человек не должен изменять мир, а должен довериться воле Божьей. Не надо ничего делать в этом мире. Как бы, надо, все, что есть, как бы, человек может только в этом мире, условно говоря, навредить, потому что он в этой своей свободе вносит вот этот вот толчок к изменению, вносит зло. С точки зрения, как бы, вот этой либеральной метафизики, получается, что как раз общество должно быть неподвижным и замкнутым. Модернизм соответствует новому вот этому переходу от либеральной метафизики. Метафизики гностической. Почему гностической? Потому что вот этот злодиумир, да, как бы, это введение некого начала противоположному Богу, да, как бы, это рассуждение о том, что мир создал некий злой Бог, как есть, отражается в модернизме тем способом, что опирается на некие страсти, да, на человеческие интересы, да. Вот человек, может быть, от природы, там, может быть, он и зол, может быть, его и невозможно упорядочить, но можно на этой непорядоченности, на этой человеческой природе, какой бы она ни была, организовать некое общество, да. То есть смиряется с тем, что человек грешен, что он недостаточно достоин Бога. И вот переход от модернизма к постмодернизму Кургинян вообще характеризует как переход к Аду. То есть если модернизм он еще как-то может принимать, то постмодернизм для него вообще является Адом. То есть тоже последняя точка, что модернизм сейчас падает и переходит в нечто уже невообразимое, в некий хаос. И этот хаос мы видим сейчас. И этот хаос просто весьма разваленный. И тем не менее реакция этому переходу есть. Есть реакция антимодерна. Антимодерна это попытка вернуться в это традиционное общество. Потому что это традиционное общество, но это прежде всего, как указывает Кургинян, всякого рода исламские движения. Они пытаются как-то сопротивляться модернизму и сопротивляться к постмодернам. Это как бы просто само собой разумеется. И они пытаются вернуться в некий традиционное общество, но уже теперь с другим лицом. Если раньше традиционное общество вырастало на основе гуманизма, то там сейчас хотят вернуть просто некое состояние неподвижности во всех смыслах. И прежде всего неподвижности в смысле идей. Это вот, согласно Кургиняну, является прежде всего исламским всякого рода движения, исламский проект. И есть, и это как бы уже является добавка самого Кургиняна, есть как бы вот этот альтернативный проект модерну, да, он зародился давно, и в нашей истории он постоянно проявляется. Это параллельный и альтернативный проект, он является тоже западным исключительно, поэтому посвящает очень много времени обсуждению, почему он является западным. Но и этот альтернативный проект является сверхмодерным. Собственно, сверхмодерным он как раз ассоциируется с последней метафизикой. Метафизикой, которую можно было бы назвать антигностической, это и хелиостической, как любят говорить Кургиняна, это и вот метафизика, связанная с тем, что вот есть вечная, вековая борьба между добром и злом, между тьмой и светом. И невозможно достичь какой-то цели, да, и на ней почить. То есть все можно добиться только постоянно находясь во вражде, постоянно находясь в некой борьбе. Если мы посмотрим историю Советского Союза, то он постоянно чувствовал себя в окружении врагов, да, и постоянно с кем-то боролся. И более того, врагов он искал уже даже внутри, как пособников, да, вот этих вот внешних врагов. То есть внешние враги это как бы был в свою роду пол. Вот эта вот метафизика, да, мобилизационная, где на самом деле постоянно с кем-то борются, где постоянно ищут врагов, она на самом деле может быть с точки зрения прогресса тоже достаточно эффективной. Да, потому что, как Кургинян цитирует, там, и вечный бой, покой нам только снится, и другие какие-то там у него возникают поэтические образы. Вот этот вечный бой, да, пока существует бой, пока вот есть эта энергия, которая связана с тем, что мы идем побеждать врага, да, врага вековечного, да, тьма потому что является тоже предвечным началом, она невозможно, ее невозможно победить, ее можно только удержать, да, вот есть, у нее такой образ красивый есть, остров такой, да, в море где-нибудь стоит, один маленький одинокий остров, и на него постоянно вот наваливаются, налетают. И бьют об скалы этого острова волны, да, вот они постоянно агрессивные, активные волны бьют об этот остров, а остров все равно стоит. Вот такой образ. И вот эту вот метафизику, которую он называет Красный проект, то он, собственно, и указывает, что наша метафизика, собственно, метафизика советская, она такова. И, собственно, он именно отталкивается от этого, что кругом враги, и что надо бороться с врагами. Ну, это старая тема, да, вот, как бы, если вспомнить Сталина, там постоянно были враги народа, враги внутренние, враги внешние, и вообще вся динамика развития советского общества, она была связана именно с тем, что боролись с врагами. Боролись с врагами везде. Теперь вот я сделал введение по поводу того, что сказал Кургинян, для того, чтобы просто ввести, вбросить саму тему. Собственно, как бы, мой доклад будет состоять в последующем, потому что, собственно, то, что я хочу сказать, оно не связано, собственно, с Кургиняном, потому что Кургинян, это некий пример. А я хочу, как бы, рассказать о том, что по этому поводу можно сказать, в принципе, да, исходя из неких абстрактных, абстрактной логики. Вот, смотрите, вот есть некое целое. Это целое, для того, чтобы выйти определенным, оно и должно иметь границу. И, естественно, как бы, даже если мы просто воображаем пространство, его нарисуем, как бы, да, вот, сразу обозрится две области. Самое целое, да, и все, что находится по ту сторону его границы. Вот это вот находящееся по ту сторону границ этого целого, являясь иным. Самое это иное тоже раскладывается на две части. Первая часть, это некое нейтральное иное, как просто, как некое поле, куда может это целое передвинуться, да, вот как в пространстве, может поменять место. Вот так же примерно, неком смысловом, я имею в виду пространство сейчас смысловое, да, вот в смысловом пространстве есть целое, и это целое может свои границы немножко двигать, да, вот есть некое нейтральное поле, где оно может двигать. Но в этом нейтральном поле есть некий передел, да, и вот в этом пределе находится иное. Причем смысл иного состоит в том, что оно по смыслу иное, то есть оно существенно нечто другое, да, вот. Оно не противоположное, еще раз говорю, что здесь нет такого противоположения смысле деятеля, да, вот, обязательно, что есть некий антагонизм. Нет, оно просто иное, иной природы. Вот есть целое, некое нейтральное поле, на котором оно может двигаться, и некое вот иное, которое по природе своей просто другое. Существует три вида, на самом деле четыре, ну будем говорить, существует четыре вида отношений этого целого и иного. Первое отношение, назовем его просто юношество. Первое отношение состоит в том, когда целое, обозревая как бы саму себя и смотря на то, что находится в ином, считает, что для него нет никаких ограничений. Что вот оно такое бодрое, оно такое молодое, оно такое энергичное. Оно может двинуться в это иное и все это иное превратить в свое. То есть нет никаких пределов, нет никакого сопротивления. Ему так кажется этому юношеству. Юношеству всегда кажется, что на самом деле стоит только приложить какие-то усилия, что-то сделать, подойти к делу к каким-то активизму и энтузиазму, и все решается. Это первая позиция. Вторая позиция, когда это юношество, в процессе своего жизненного опыта, вступает в это нейтральное поле, оно рано или поздно отталкивается на это иное совершенно другое, которое невозможно изменить, поскольку оно в принципе иное, оно иной природы. Вот это вот иное, можно было бы назвать с точки зрения вот этого целого, оно будет представлять собой некое инертное. Оно не хочет стать таким же, как это целое. Оно инертное, можно его обозвать. Оно там пассивное. Это вот благородное целое. Оно пытается как бы заставить это инертное стать таким же, как это целое благородное. Но это инертное не хочет таким стать таким. Оно хочет остаться другим, оно хочет остаться неким своим. И вот когда юношество постоянно сталкивается с этим сопротивлением, возникает некая ситуация зрелости. Когда человек понимает, в нашем случае целое, когда целое понимает, что бессмысленно бороться с этим, достаточно того, что есть оно целое, и что у этого целого есть некая свобода действия в этом нейтральном поле. Это ситуация зрелости, ситуация равновесия, в которую приходит целое, когда оно пытается свой активизм продвинуть дальше. И существует третья позиция, позиция уже старости. Старость в чем состоит? Что целое уже не только не может сохранить некую свободу в рамках этого нейтрального поля, оно само уже старое, загибается, границы его склопываются, и все, что на него навалится, на эту старость, все им кажется агрессивным. То есть старость сама по себе есть некий распад, и вот этот распад, который является просто естественным законом, воспринимается этой старостью как некая агрессивность извне. оно начинает искать врагов, оно говорит, вон там некое иное. Я не потому распадаюсь, что есть естественный закон распадения, да, в целом. Что все, что когда-то имеет границы, все конечное, рано или поздно исчезает и уничтожается. Нет, это не я виноват. Вот эти вот какие-то иные, вот они на самом деле задумали какие-то агрессивные действия, они там что, оно это иное там, вот это пассивное, инертное, которое я в свое время не смог преобразовать в такое же, как я. Оно на самом деле является причиной, почему я распадаюсь, почему мне так плохо. Вот это простая такая логика трехчленов. Я сказал, есть еще четвертый член, я об этом, на этом четвертом члене останавливаюсь чуть-чуть позже. Теперь, как бы, что такое на самом деле метафизика, который говорит Кругенянко. Что это такое? Мы видим постоянно его призывы о том, что вот как это Америка, там Европа, там какие-то злые силы, постмодернизм там. Старость, ясно. Да, да. Что на самом деле, что Кругенян нещает вот эти позиции старости. Ему тяжело. Вот эта оболочка, да, вот этого целого, этим целым является, допустим, наша СССР. Она может рассматривать на различных уровнях, на уровне СССР, на уровне отдельной личности. Но прежде всего на уровне страны, да. Страна просто рухнула под своей тяжестью. Никто его не убивал, эту страну. Не было никаких других сил. И сам Кругенян постоянно удивляется, как могло быть так, что вот СССР стоял 80 лет, да, и казалось бы, все замечательно. Сам Кругенян работал в это время в театре. И казалось бы, вот если... Он даже рассказывает это с какой-то такой ностальгией, да. И вдруг ему пришлось заниматься тем, что вот он с СССР разваливался на кучу стран, и сейчас современное состояние России тоже является катастрофичным. Это вот некое вот действительно... Все его слова указывают на то, что он находится в этом состоянии старости. Он... Чем тут на самом деле проблема состоит? Проблема состоит в том, что вот эта вот старость, она не рефлектируется, она не хочет сознаться, на самом деле, что проблема состоит не во внешнем, не в ином. Иное всегда ведь есть. У любого целого всегда есть иное. В этом нет никакой злой воли, никакого урока-то в этом, нет. Иное всегда будет, да. Почему? Оно становится агрессивным, или, например, как я говорил про юношество, или просто случайно, прозрачно, да. В зависимости от того, как мы на него смотрим. Это наша интерпретация этого иное. Иное есть, да. Теперь, как бы, опять же, опускают Кругенян, я бы это хотел, и вообще весь этот семинар хотел посвятить, тому разговору, почему, на самом деле, вот мы пытаемся что-то сделать там, пытались построить христианскую общину, да. Мы пытались на сайте создать философское движение. Почему все такие проекты? Почему они это не удаются? Вот Кругенян критикует постмодернизм и считают, что это, ну, даже там, это ополчится против охлобысти, но у него там есть целый видеофильм, посвященный тому, какой охлобысти, ну, в общем, постмодернизм. Ну, это, я просто показываю, как это, что выводы Кругенян иногда просто совершенно неадекватны. Причем здесь постмодернизм, и причем здесь это охлобысти, не очень понятно. Ну, даже, допустим, это и так. Или, допустим, охлобысти действительно действуют в неких рамках постмодернизма. Но, реально, ведь он не понимает, что такое постмодернизм. То, что он пишет по постмодернизм не соответствует самому понятию. Есть такое очень замечательное у него место, и оно, на самом деле, как бы проникнуто пониманием истины самого процесса. Вот он говорит, что вот есть некое развитие производительных, развитие, внутреннее развитие системы, да, вот есть. И оно неизбежно приводит к некому внутреннему вырастанию, да, как бы система всегда вырастает изнутри. Как появился модерн, да, внутри традиционного общества выросли, созрели некие условия, благодаря которым возможно было передвинуться на некую более высокую ступень развития общества, да, вот в модернизме. Точно так же, что такое, почему от модернизма мы переходим в постмодерн? Ведь вопрос связан не с тем, что обязательно какая-то деградация, а ведь можно поставить вопрос, это ведь всегда же точка зрения, да, ведь на любой, вот мы видим полстакана, оптимист скажет, что вот целых полстакана, пессимист скажет, что всего лишь полстакана, да, ведь это всегда вопрос рассмотрения, вопрос оценки, ведь можно рассматривать постмодернизм как наоборот некий продолжение этого прогресса, модернизм свое отжил, да, теперь возникает новая эпоха, постмодерн. Если брать постмодерн с этой точки зрения, не рассматривать как регресс, да, не с позиции старости его рассматривать, а наоборот, брать его с позиции, как я вот говорил, юношеской философии, да, что на самом деле мы движемся в неком, это бесконечно беспрерывно, беспрерывной линии прогресса, то можно ли сказать, что такое постмодернизм на самом деле? На самом деле постмодернизм объясняется, исходя из того, что современный уровень общества, современный уровень развития техники, современный уровень развития промышленности и всего указывает на то, что развитие общества, развитие промышленности, развитие культуры, развитие техники, оно на самом деле достигло такого высокого уровня, что человек перестал соответствовать этому уровню. То есть возникло некое противоречие между тем, что требуется для того, чтобы дальше двигать эту технику, и уровнем человеческого мышления. И вот постмодернизм, как мне кажется, это вот есть некое новое движение, которое приводит это состояние человека в соответствии с той ситуацией, которую мы имеем, то есть ситуацию современности. В чем состоит это развитие техники, как бы я пытаюсь пояснить. Вот смотрите, есть такой интересный философ в современности, он француз, он и философ, и политик одновременно. Зовут его Жак Атали. И вот у него есть такое интересное произведение «Кочевники». Он рассказывает о том, как ему видится будущее общества, у него есть такой футуристический проект. Но на самом деле, я просто пытаюсь понять, с какой стороны зайти, чтобы объяснить, что такое постмодернизм. Вот есть такой термин у Белеза, одного из ведущих философов постмодернизма, есть такое тело «Намад». «Намад» — это в переводе с греческого «Кочевник». На самом деле, современный постмодернический человек является вот этим «Намадом». «Кочевник». «Кочевник» в смысле культурных смыслов, в смысле идеи, религий, наук. То есть человек не прикреплен к какой-то системе ценностей, которые выстраивает весь мир сверху вниз. К некой устоявшей системе, как в традиционном участии была, в виде идеологии одна какая-то, религия, скажем, христианства. И она как бы определяла все стороны жизни. Нет, не так. «Намад» — это человек, который откреплен от смысла, он является чистой формой, чистым действием. Вот содержание — это нечто вторичное. То есть человек настолько укрепился и укоренился в себе, и он настолько уверен в своих возможностях, что он может оторваться от содержания и двигаться в чистоте, в своей чистоте. Вот такой вот культурный «Намад», «Намад», такой идейный «Намад», вот, собственно, он выступил впервые в постмодернизме на авансе. И то, что это внешне иногда выглядит так, что некие эпатажные художники рисуют какие-то свои картины и выставляют на показ, или там в архитектуре, или в литературе, какие-то есть формы, которые шокируют обычных людей. На самом деле это просто некие проявления того, что люди настолько уверены в себе, настолько укоренены в себе, что позволяют, могут позволить все, что им интересно. То есть они перестали ориентироваться на некие смыслы, которые затверждены один раз, которые являются фундаментальными и кем-то там определенными. Допустим, Богом определенной, или определенной наукой определенной, не важно. Что вот нету таких смыслов. Что на самом деле человек есть некое действие и форма, и он сам должен эти смыслы порождать, он сам должен выбирать некий мир. И, собственно, вот это и есть идея нового человека, постмодернического. Почему эта идея соответствует тому, в каком уровне достигла техника, в каком уровне достигло наше общество? Потому что современное общество, это есть общество, которое стремится в техническом отношении все сделать переносным. Переносные компьютеры, это камеры переносные, это электронный банк-клиент, там, не выходя из дома, можно совершать какие-то операции, там. Это, 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 как, это, как я знаю. Сотовая связь. Сотовая связь. Офис, это как называется, выносной, где телефон. Можно же заказать себе офис выносной. Как это называется? Кул-центры, в смысле? Да, кул-центры, да. Собственно, все становится миниатюрным. Человек может жить, допустим, в любой стороне, и, тем не менее, находиться в постоянной связи со всеми другими людьми. Со всеми другими людьми он не перестает быть прикрепленным к какому-то государству, к какой-то семье, к какой-то частной местности. Он становится, в буквальном смысле, подвижным во всех отношениях. И в отношении пространственной, географической, и в отношении пространства смыслов. Человек становится, в буквальном смысле, Богом. Он становится Богом в том смысле, что он может выбрать мир. Мы можем выбрать мир. И можем его сами выстраивать. Вот это вот и есть постмодернизм. А все, что говорит Кургинян, и все, что он видит только негативного постмодернизма, ну это и есть способ видения. Можно, конечно же, везде найти свинью, если постараться. Свинья везде найдет грязь, как говорят. Но на самом деле есть и позитивное в этом. Позитивность состоит в том, что родился новый человек, родилась новая форма жизни. Вот эта вот намагическая форма жизни. В интернете очень много об этом обсуждается. И, собственно, как бы в завершение я хотел бы рассказать, что на самом деле то, что пытается сделать Кургинян, а именно, основной за своей задачей, он видит восстановление Советского Союза, но уже как бы в других формах, в новых формах, с учетом тех ошибок, которые были совершены. Он считает, что этот красный проект поможет... Сейчас модернизм и постмодернизм находятся в неком разложении, все как бы валится, Европа валится, Америка валится, все валится. И вот Россия должна спасти мир. Она должна предложить новый проект, этот сверхмодерн, и тем самым и себя спасти мир. Так вот, я вижу в том, чем занимается Кургинян, что он на самом деле и есть настоящий постмодернист. Никаких других постмодернистов ведь не бывает. Ведь что он делает? Он на самом деле встал в некой ситуации. Вот, допустим, не важно, связано ли это дело, обосновано ли его чаяния с тем, как в каком состоянии находится сторона. Или какие-то другие идеи бродят в его голове. Это совершенно не важно. Но он встал и хочет на основе вот этих неких светских идей, на основе каких-то смыслов, которые сам же придумывает, который выбирает из толчи многих смыслов, выстроить некую новую систему, обосновать некую новую метафизику. Причем то, что он называет метафизикой, это просто некая частость, потому что можно же придумать другие какие-то формы, совершенно конструктивно, разнообразные. Это просто всегда, пределы этого всегда коренятся только в способности того, кто строит эти системы. Так вот, он и есть постмодернист. Он взял на себе этот груз, он встал и активно движется, и пытается изменить мир. Так вот, почему вот этот новый человек, он является обязательно активным? Очень важно, именно в этом и состоит попытка понять и Кургиняна, и понять то, что пытаемся сделать мы на своих семинарах, то, что пытаемся, мы там пытаемся, несмотря на всю тяжесть, несмотря на всю инертность окружающего мира, пытаемся выстроить некий там философский смысл, пытаемся что-то осмыслить, пытаемся выстраивать, может быть, куцину, философское движение, как мы его понимаем. Почему это очень важно? Потому что, с точки зрения, еще раз я говорю, что в космодернизме человеке является чистой формой, он является чистым действием. И это чистые действия, или, как говорили экзистенциалисты, чистая возможность, да? Она существует только, когда она осуществляется. То есть потенциально возможности не существуют. Мы можем говорить сколько угодно, что вот, я потенциально могу там горы там свернуть, там стать миллиардером, там, не знаю, стать великим ученым, но пока я никакого, если я ничего, никаких шагов не подпринимаю. Ты по большому счету говоришь, что мы хорошие, а они все такие инертные и плохие. Нет, я не об этом говорю, я говорю, что нет другой формы. Но вот есть новая форма, новая, которая народилась, просто на дальнейших человек, да, это вот чистая форма, чистое действие. Другого способа осуществления этого действия, другого способа существования его нет, кроме как быть активным. И это активизм, например, может быть, туризм, да, вот ездить куда-то, да, там, что-то там, постигать какие-то там, новые виды там. Алкоголизм. Алкоголизм это уход от всего. Почему? Это отказ, отказ от проявления себя. Трухизм, алкоголизм, психотелизм. Вот некоторые люди не пришли на сегодняшний семинар, там, у них какие-то были типы дела, понимаешь? Ну, не в том дело. Я же говорю, что проблема-то, она не в этом состоит. Блин, то у тебя получается, что то, что они такие, это, ленивые и малоэнергичные? Ну, говорит. Ну, а проблема, она состоит не в этом совершенно. Не ленивые, то я говорю, что они являются старой формой человека, я не другой, как сказать. Старой формой человека. Да, вот сейчас новая форма человека, она должна быть активной. Только ничего, там, в 30-х, 40-х годах были этими молодыми, а сейчас долгие люди. Молодые по неволе активны. По неволе активны. Если мы возьмем детей, дети просто постоянно прыгают, скачивают, как говорит, плотно. Да и сейчас тоже дети, но дети не прыгают и не скачут что-то. Не скачутся с ними. Да скачут они. Всегда дети находятся в движении. Маленькие, там, котята, маленькие щенки, они постоянно в игре, постоянно в движении. Почему-то наступает некое время, человек остепеняется и перестает что-то вообще, желать даже перестает. Понимаешь, он просто погружается в некий, говорит, это литургический сон. Я повторяю, речь же идет не о тех же самых людях, которые в 30-х годах были молодыми, а в 2000-х стали глубокими стариками. Те же же молодые люди 30-х годов, 30-летний. Старость не является временной характеристикой. Я понимаю, я тебе про это и говорю. У меня вот иду как бы вот эта характеристика состояния души. Внурюзит те же самые. Внурюзит те же самые. Внурюзит те же самые 30-летние. Те же самые 30-летние. Только что-то не бегается. Инженерные концепции новые не появляются. При всем при этом, но последняя фундаментальная физическая теория создана в 1923 году. И так далее, и так далее. Ты как это объясняешь? Я не знаю. Ну ты только что говорил, что это интересная тема. Тема-то интересная. Я думал, что ты скажешь существенная. А ты сказал, что мы тут создали философский шторм, И мы хорошие, они все плохие Я не так хотел сказать Я хотел сказать, что другой формы сейчас существования Кроме активной формы Что он сказал, ребята, интересно получается Что у тебя получается, что Эта активная форма, она как раз Вообще к регрессу ведет То есть этот тип человека Он действительно, видимо, Кургиян прав Он не поведет Потому что люди Они занимаются Всем чем угодно Они энергичны Они подвижны очень Они настолько подвижны, что не имеют тела Практически Ну да, тело имеется социального Не привязан к социальному телу В то же время с социальной точки зрения С общественной Это просто в никуда Если принять, что ценность общества Его прогресс Как считалось Известный интернет-деятель Виктор Мараховский Который входит в двадцатку Самых популярных блогеров жилого журнала Это Вильям Абрама Борислава Попоев Он написал по поводу последнего Этого романа Виктора Пелевина Статью А там главный герой 150-килограммовый Боевой пилот А? Почиталось Ну конечно И он указывает, что он В общем-то Точно такой же получился у него Как Точно такой же Как сам Виктор Пелевин Который Виктор Пелевин Стал от всего Заработал немного денег На своих романах И стал от всего полностью независим Ему 48 лет Он не имеет ни семьи Ни детей Скорее всего Не будет иметь ни семьи Ни детей Но достаточно денег Чтобы не давать никогда интервью И не появляться на экранах Ни с кем не общаться Сидеть в своем каком-то В этом месте С компьютером Дело на котором У нас творче собственные романы И ездить на субботу Воскресенье Посещать свой Любимый ресторан В Бернине Вот казалось бы Абсолютно Человек мира Живет где хочет У него интернет И гаджеты И все у него замечательно Но тем не менее Он из социальной Как говорит Дима Правильно Из социальной ткани Он выпал Сам Виктор Правильно Ну как Не, ну мышь Нет, да это и состоит Вот Джак Атали Который мне говорил Вот он пишет Человечество вступает В сверхиндустриальный век Богатые и процветающие зоны Будут беспечно соседствовать С обширными нищими регионами Передовые технологии Создадут новые виды изделий И товаров Которые предоставят гражданам Недосягаемые прежде возможностей Этот процесс Будет сопровождаться Утратой традиционной привязанности К стране Общине Семье Новые предметы Которые называют Номагическими Так как они Небольшого размера Изменят Будущим взаимоотношениям Во всем спектре Современной жизни Я не совершенно Понимаю Как это вяжется Вот именно С нашим временем И в ближайшем будущем Такое мне кажется Ну вот она предсчитает Что вот уже сейчас Вот например Вот это В европейской Тихоокеанической сфере А также Богатейших Примыкающих к ним Провинцах Уже сейчас Есть освобожденные И наделенные властью Намады Связанные между собой Ли желанием Воображение Алчностью И амбицией Ну это Вот Нет Он говорит Это кочевой элите Ты говоришь А кочевой элите Вот он пожалуйста И вот человек вообще Вне любой социальной ткани И как Марховский Он правильно указывает Так вот он Из него и выпал Его нет Его никто-то Еще раз Правильно Так в этом Но ты Сейчас Оцениваешь Это все С позиции Нашего Существования А на самом деле Это и есть будущее Оно таким и должно быть Если человек Является действием У него нет никакого Содержания Он является чистой Возможностью Откуда у него Возьмется Привязанность к семье К стране Ко всем Социальной жизни Какое лучшее действие У подобного рода человека Ну хоть Прилет Хоть романы пишет А у такого нормального человека У него вообще нет Естественно Всегда будут эксцессы Кто-то будет Заниматься Деятельностью Проблема Проблема То что его вообще нет Каждый будет заниматься Своей интересующей Ее деятельностью Понимаешь Одни будут Например Ездить просто по земле Что-то познавать И изучать Географические Достопримечательности А другие будут на самом деле Может заниматься Мы например заниматься Будем философией Кто-то еще чем-то будет заниматься Опять Не в том проблема Что мы будем заниматься философией Понимаешь Границы стерты Все Нету никаких Смыслов Нету таких Целевых Пусть они и границы стерты Ну вот у тебя В Санкт-Петербурге Два философских факультета Двух университетов Каждый год Выкидывают сто Человек Выпускников Есть Москва Есть Новосибирск Еще есть Пуча народов И все они выкидывают По сто человек Ежегодно Должны оставлять После себя следы Или социологический факультет Вот тоже тебе Виртуальный Но он должен оставлять После себя следы в интернете Должен быть не один Философский штурм А тысяча И пусть наш будет Самым несчастным Убогим И засунут Понятно куда Правильно У нас это движение Движение пока не существует Оно у нас Не является А проблема состоит Что ничего такого нету Просто нету Но это у нас так А где есть Ну вот например Есть отдельные люди Например Вот мы с тобой знаем Алексей Кашин Он человек мира Он живет Где хочет Он ездит по всему миру Как будто бы Заходит в соседнюю квартиру Понимаешь Пусть он ездит И эти люди тоже Я Брамов ездит по всему миру Правильно Правильно Но Алексей Кашин Не является олигархом Я Брамов Не о том Я говорю Пусть он ездит Просто Ну вот например Мы едем в Турцию Пять тысяч Билет туда и обратно Согласись Что это все таки Пазл Любой человек Может позволить Ты о романтике Постиндуси Я не о романтике Я говорю Я говорю о том Что в принципе Если бы ты захотел Пообщаться Например В каком-то университете С каким-то человеком И специалистом Ты мог бы туда полететь И пообщаться Проблема Что я мог И полететь И пообщаться Но проблема Что у потенциального Толпы народа Такой потребности Не возникает Правильно Как в том-то и состоит Суть Что вот я говорил Про инертность Вот она инертность Она всегда Некая есть равновесие А вот это Я тебе говорю Что опять разговор О плохих и хороших Что есть люди не инертные А есть инертные Ну потому что я говорю О новом человеке Потому что вот модернизм Создал инертного человека Которого Внешность Заставляет что-то делать Нас обязывает Рожать детей Там некая традиция Род Нас обязывают работать Потому что мы должны Себя пропитать Должны пропитать семью Мы везде Действуем только Реактивно Да Есть некая Инициирующая Стимулирующая Вокруг нас деятельность А мы все совершаем Только реактивно И когда возникает свобода Да Когда мы можем Что-то совершить Исходя из своего желания Своей воли Мы просто садимся На диван И включаем телевизор Вот все что ты предлагаешь Ну это же вот воспитано Я тебе не Это потребитель Вот это и есть потребительское общество Я тебе предлагаю Понять почему это именно так Это потребительское общество Почему Так называемый модерн Что Не взять 20% А 20 тысяч В уме Считалось Это Негативно Может Что раз говорю Активизм Мне кажется Можно обосновать Не слушаешь Я повторяю Это считалось Западло Ну западло 20% 20 тысяч в уме Не посчитать А сейчас Такое сделать Считается доблестью Если ты не умеешь Обращаться С процентами То ты считается Это доблестью Или вот тебе Тоже простая Простая вещь Что В России В России 30-40-х годов Была определенного рода Модерна сложность Люди встречались На кухне Старались Говорить На сложных вещах Сейчас же есть Культурный запрет На сложные разговоры Термин Ботаник Откуда взялся Его же 20 лет назад Не было То есть Он был на Западе У нас не было Или я С том Понимаешь Ты как бы Пытаешься Всю дискуссию Свести Какие-то Кухонные разговоры То что Есть какие-то Отдельные люди И они живут Какой-то своей Насекомой Животной жизни Это их проблема Я же говорю О неком Движении О неком Прогрессии О неком Духовном движении Да Почему Это духовное Не просто О любом Человеке А о некой Тенденции Времени О духе Времени Это понятно Что народ Путешествует По всему миру Это так далее Почему нету Что называется Внутреннего душевного Духовного движения Потому что Это никогда не будет так Что все будут Хотеть одного и того Никогда не будет так Почему Кто-то просто хочет Просто Инертно Синить дома Уровень Водения математической культуры Упал ниже плинтуса Но почему Ты считаешь Что математика является Этим Да Я считаю Математика в том числе И является Показателем Показателем И философский штурм И является показателем Я говорю Проблема философского штурма Не в том Что он На нем Народу мало уходит Мало Публикации Публикации Не самого высокого уровня А проблема в том Что он Самый главный Ресурс русскоязычного Интернета По философии Вот такой маленький Убогий Является Самым главным ресурсом Вокус Проводящегося Нету большего Цитирования Это является проблемой Вот люди Вот я же Ходил в дорогие Спортивные клубы Проблемы Я же пытался Показать Вот я бы ходил в дорогие Спортивные клубы Я уже многократно говорил И слушаю О чем люди говорят О чем они говорят Они всегда говорят Об одной и той же теме Кто на какую машину купил На какой машине ездит А это люди Которые путешествуют По всему миру Это люди Обеспеченные Очень На тот момент Когда это было На тысячных годов Этот клуб То есть Почему Гора родила мыши Еще раз говорю Игорь Ты как бы Понимаешь Своё логическое обоснование Оно не оправданно Потому что ты Поднимаешь Отчастного к общему А это Правильно Отчастного к общему Поднимаешь Так нельзя Рассуждать Я пытался Обосновать Почему активизм Как он оправдан Оправдан он тем Что если мы Отрываемся от содержания Отрываемся от Некого контекста Который нас определяет То мы должны Для того чтобы быть Что-то делать Генерировать Постоянно Производить Что-то делать Если мы Оторваемся Действительно От контекста Я говорю Что современный человек Оторвался от контекста Историнического Социального Контекста Еще что он делает Он говорит О какой автомобиль Он завтра купит Нет Просто тот же Постмодернизм Он возьмет Постмодернизм Нет Постмодернизм Есть некий предел Он возьмет Новые контексты Нет Я думал Надеюсь Ты нам объяснишь Почему Например Существует Тенна философского Штурма Почему народу По большому счету В мире Это не интересно Я думаю Я готов Что не интересно Потому что Темы там Не затрагиваются Неинтересны Дискуссия низкого уровня Что-то еще Но проблема в том Что другого-то нет Я говорю Что гениальный балет Джона Неймайера Гениальный Он чистый гений Он не мог собрать В Мариинском театре Никого Проводился в прокате И все Как застряло Кайг-экспортному варианту Уже Тоскливая Золушка Щелпунчик Небединое озеро И так далее Что Простые математические Эти Задачки Которые раньше Были простыми Реально для людей Люди поголовно Их знало Теперь они Не являются Нерешаемыми В 60-х годах Любой знал Угол наклона Эклиптики Угол наклона От земной оси Эклиптики Любой Кто сейчас это знает Ну ты Мне кажется Опять восходишь От частного Как я еще Рекибаю палку Ты от частного Копчу восходишь А я такая индукция Она как бы не оправдана Слишком Потому что Еще раз повторяю Получается что Они свободы какой-то Достигнется Но на что они ее потребят А потребят они только На кокосовый орех под пальмой Вот тебе есть Суперчеловек мира Тебе не Леха кашля Тебе вообще суперчеловека Женя Борисова привезти Вот это суперчеловек Он ездит С целью сексуального туризма По всему миру И живет По 4-5 месяцев в году В различных странах Еще раз говорю Само передвижение Не является целью Тело же не цель Правильно Кто-то на самом деле Он не работает Он же Вот очень интересный пример В том смысле Опять же Из примера нельзя делать Далеко идущий вывод Поскольку человек Является действием Он может В принципе осуществлять его Как ему вздумается Как он хочет Женя Борисова появляется Не обязательно он будет Порождать смысл Сексуальным действием Ну я понимаю Он не обязательно Сексуальным действием Он может просто Действовать Исходя из каких-то Сексуальных потребностей Даже вот Как ты говоришь Сексуальные Исходят Что это как с Кубинкой будет А как будет там с Тайлангой И может различие Объяснить В чем состоит различие Ты не говоришь Что человека Нового мира Он будет порождать смысл Фиг Он никаких смысл Некоторые Мы стали действиями Формами Содержание Осыпалось Весь контекст Осыпался Мы сами должны Этот контекст Теперь созидать Кто-то не будет Это делать Он ленив Как ты правильно Говоришь От природы По силе Он не хочет Это делать Тем не менее Активизм проявляет И Алексей Кашин И Борисов Женя Они же проявляют Активизм Активизм проявляют Вопрос идет о том На самом деле Что все равно Они чувствуют Что они живут Только тогда Когда они этот Активизм проявляют Эти чуваки Тоже ходят Спортзал Активизм проявляют От природы Между подходами К снаряду Еще раз говорю Нельзя от всех Тебовать одинаковость Ты почему Ты хочешь Чтобы все стали гениями Да такого Никогда не будет Нет Я не хочу Чтобы стали гениями А что ты хочешь Ты хочешь Чтобы все знали Мотиватологические формы Люди Хочешь чем-то Интеллектуальным Интересовать Ну подожди Ну интеллектуальным Еще раз говорю Кто-то будет Интересоваться Интеллектуальным Это только Одна из возможностей Я же говорил О том что постмодернизм, в частности, он уперся в какие-то действительно смешные формы. Проблема, я хочу сказать, что получается прямо обратное, что наука перестает интересоваться интеллектуалами. Я это все понимаю, но просто интеллектуализм является одной из возможностей. Почему ты считаешь, что это возможности обязательно должны осуществлять все? Вот это мне непонятно. Откуда у тебя такой оператив, что все должны быть интеллектуалами? Ну да, у меня такой модернистский оператив. Все должны быть интеллектуалами. Правильно, это вот именно модернистский оператив. Потому что все люди должны быть, все люди должны быть. А потому что был общий контекст, объясняй почему. Потому что был общий контекст, где главным был разум, разумность, естественность и разумность. Естественно, если ты не разумен, то твоя позиция, какая позиция? Тебя нет, для того, чтобы ты был в духе времени, ты должен был быть разумным. А разумность, в частности, будет интеллектуально оснащенным. ты должен был быть. А когда на самом деле нету такого императива, обязательно быть разумным или интеллектуально оснащенным, когда императив другой, да, просто осуществлять свою возможность, ты являешься возможностью, тебе дана жизнь. Ну понятно, да. Твой срок жизни. Тебе ты ее осуществить никак по-другому не можешь. Только как сексуальный туризм. Ну это кто-то так поймет. Ну понимаешь, в том-то и состоит странность, да, вот когда свобода достигает своего абсолютного уровня. Ведь что такое быть действием или формой? Это абсолютная свобода. Ты можешь свою форму и действие отдать любому содержанию, да. Когда ты достигаешь только абсолютной свободы, да. Она может быть в том числе и странной, например, кто-то будет осуществлять сексуальный туризм, да. Но это в этом и состоит свобода, понимаешь. Так вот уже устроено. Мы не имеем права там пенять на то, что он не интеллектуал. Это его выбор, в конце концов. Он имеет право выбрать такую форму жизни. Ты можешь выбрать другую, да, ты можешь интеллектуальную форму выбрать. Я просто имею в виду, что на самом деле, что теперь нельзя требовать от людей осуществления какой-то заранее заданной формы, потому что вот нет этого контекста всеобщего, да, который дан для всех. Каждый сам свой контекст создает жизнь. Мы создаем один на нашем сайте. Другие люди другой создают контекст. Пенять на то, что на самом деле, что другие люди чего-то там недостойны, что они лентяи или что-то еще, это неправильно. Вопрос состоит в другом, на самом деле. Вопрос состоит в том, что эти люди просто находятся, как бы, в прошлом веке живут, понимаешь. Они не понимают, на самом деле, что есть некая перспектива. Вот меня интересует ситуация. Почему при отсутствии, как всякого, внешнего давления, народ выбирает интеллектуальный дискурс массы? Ну, потому что это сложно, потому что это требует огромной затраты энергии и сил. И, как мы понимаем, интеллектуал, как правило, кто такой? Ты вот, это обычный человек, ну, с точки зрения, ну, не всегда так, но в большей части, с точки зрения там, жизненного, он не богатый обычно там, живет там непонятно как, да, там, сейчас-то там. Понимаешь, что, как бы, он забит в каком-то отношении. А если нету, то они... А люди хотят комфорта. Понимаешь? Многие люди считают, что комфорт это, что? Понятно. Но у тебя... Жизнь оценится с позиции комфорта. И это забавно. А антиинтеллектуальный дискурс, он противоположен тому, что они, эти люди, хотят. То, что они имеют. Например, тебе же нужно много электричества, для тебя должна быть стоять где-то атомная электростанция, и электричество вырабатывает. А для нее нужны, нужны быть люди, хотя бы в небольшом количестве, которые, которых насильно заставляют быть абсолютно интеллектуалами. Еще раз говорю, я считаю, что интеллектуализм, Игорь, это все-таки дар. Понимаешь? Это как бы нельзя требовать от всех какого-то единой мерки. Считать, что все должны быть одарены. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что свобода все-таки она в том и состоит, что каждый может выбрать свое. Если человек выбирает даже то, что нам не нравится, это его право. Если нам не нравится, что нет интеллектуала по стране, это проблема не страны. Понимаешь? Это проблема, как бы, ну, там, не знаю, отдельных людей, которые этого не хотят. А почему же они не хотят, это их право. Ой, не знаю, богатыри не вы. Мне кажется, это какая-то, это слишком универсальное. У меня вот такое впечатление, ну, не знаю. Вот мне кажется, что это применимо чуть ли не к любому веку и не к любой эпохе. Ну да, конечно. Просто сейчас есть атомная электронная станция? Раньше не было. Раньше беда. Нет, я не знаю, это рассуждение. На самом деле рассуждение вообще логическое, согласен. И, наверное, постмодернизм... Существует человека, это не имеет. Еще раз говорю, постмодернизм был возможен в любом веке. Это я с тобой согласен. Но дело в том, что условия для его возможностей не всегда были. Мы вспомним, если средние века, людей из-за инакомыслия, причем инакомыслия внутри религии, да, маленькие, просто сжигали на костра. Понимаешь? Час инакомыслия, инакомыслия, постепенно свобода, как бы, да, она пробивает себе дорогу. И свобода позволяет состояться такому человеку. Просто раньше такой возможности не было. Она просекалась внешними какими-то силами. Конечно, то, что я говорю, это просто логическая структура. Она, возможно, даже в древнем обществе. Но в древнем обществе над всем давлеет некая закономерность природная, да. Человеку нужно было просто себя прокормить, условно говоря. Постепенно, когда человек все-таки умудрался себя прокормить, возникали другие проблемы, там. Проблемы общежития, проблемы, там, религиозные приобщенности и другие. Ну, мне кажется... А сейчас, когда человек полностью освободился от вот этих путов, да, вот этих контекстов, да, любого контекста... И он совершенно, совершенно осмысленно, естественно, собирается создать животных. Не знаю, мне кажется, что ты не оцениваешь современных прессов. Да, они... Современные прессы есть, но благодаря вот этой намадичности, о которой я говорил, да, и благодаря технике, мы можем сейчас этих прессов, мы можем их избегать. Например, допустим, вот есть некие гонения, например, были бы сейчас гонения в России. Может, было бы в другую страну переедать. Почему мы удерживаемся за смысл патриотизма, за страну? Зачем мы удерживаемся? В чем смысл-то? Мы же все равно проживем, если мы понимаем, что мы умрем там, да? Мы все равно проживем... Ну, это вот вообще универсальный рецепт. Это универсальный, я вижу, почему Кургиня на нем говорит. Как в Америке возникает, как осознание неизбежности смеси. такой, знаешь, это... Понимаешь, в некотором смысле... Ты насиленный. Я о чем говорю. Ты насиленный. Всем. Я о чем говорю. Возникает... Понимаешь, я когда-то говорил о том, что традиционно общество... Ты рассказываешь нам про любимый либеральный дискурс. Мы понимаем. Рассказываешь про либеральный дискурс. Ну, уж так получается, что этот либеральный дискурс... Я что-то не могу понять, что как только человек лишается определенного давления и недавления, то он сразу же превращается в скотину невозумную. Ну, и некоторые, да. Вот так вот устроено. Нет. Вот видишь, вот это опять обобщение. Ну, почему? Ну, мы же с тобой не превратились в скотину. Ну, и что? Мы что-то пытаемся сделать. Мы тоже с тобой хороши, я тебе могу сказать. Не-не-не, я считаю... Я не знаю. Я даже, смотря на тебя, вижу огромный прогресс. Когда ты раньше говорил, что не надо ничего делать и предлагал вообще там просто дальше ждать смерти, мы с тобой же обсуждали. А сейчас ты все-таки пытаешься что-то сделать. Это огромный прогресс. Да я не о том. Я не о том. А что это дать? Ну, вот, например, блин, наша любимая физика. Ну, что наша любимая? Ну, вот, понимаю я, например, очень хорошо, что мы находимся на грани, близки к новой научной революции, да? Кажем, я посмотрю, как она выглядит. Ну, силенок энергетических или каких-либо других. У меня в этом дело, а в этом дело хоть как-то заняться, и хоть это, нету. Почему? А потому что надо физику учить, и математику, и головой-в-головкой думать. А это сложно. Ну, это же сложно. Ведь ты, пойми, на самом деле, ты объясняешь позицию сложности. А вопрос, если бы тебе было это на самом деле интересно, то все остальные сложности это было бы делать техники. Да не правда. Ну, не правда. Посмотришь вопрос астронативный. Ну, не правда. Ну, как не правда? Мне может быть сто раз интересно, но технически этот вопрос не могу решить. Ну, что, если... Просто технически не могу решить. Ну, ты не можешь... Ты пойми, для того, чтобы что-то делать, тебе должны быть целый набор компетенций и умений. Правильно, ну, ты мог бы эти компетенции и умений... Ну, вот, невозможно реально. Зарастить? Если тебе их не дали в каком-то определенном родстве путем порхи и насилия, как правило, то ты у тебя эти компетенции... Ты уже... Ты постоянно скатываешься каким-то кухонным разговором. Я не хотел бы скатываться каким-то обыденным кухонным разговором. Вот мне то не дали, вот мне все не дали. Ты постоянно хочешь найти причину, чтобы... Нет, нет, нет. Нет, я тебе еще раз поговорю, что ты нам описываешь милый либеральный дискурс. Человек полный свободен от всего, от государства, от семьи. Мы сидим с Виктором Пелевиным, едим ЛСД, и ездим на субботу-воскресенье в любимый ресторан в Берлине. Интервью не даем, детей не завели, значит, семьи нет, ничего нету. Ну а что, на себя посмотри? Ну я точно такой же. Я точно такой же. Это свобода бесконечная просто. Свобода бесконечная. От всего мира полностью свободная. Да, именно так. Ну, такой-такой дискурс. Именно так. Ну только одни в этом дискурсе что-то производят, а другие нет. Ну и есть такая судьба, да. Не, я не знаю. Может быть, раньше пресс был сильнее, но он как, не знаю. Ну вот, например, пресс-присутствие. А сейчас просто пресс-отсутствие. Дима обсудить можно. Ну да, правильно. Ведь Дима же тоже говорил, что делать не надо. Ну правильно говорит, он хорошие слова придумывает. Пресс-присутствие и пресс-отсутствие. Тоже пресс. А что значит пресс-отсутствие? Ну, смотри, пресс-отсутствие, смотри. Человек под прессом-присутствие. Запрет. Запретов, да. То есть, там, опять же, институтов каких-то многочисленных, и так далее и тому подобное. Не надо, наверное. Ну вот. Он как бы, ну, грубо говоря, просто говоря, старался облегчить себе жизнь, да, и создавал какие-то вещи, которые ему помогали от этого пресса отвязаться. То есть, чтобы больше свободного времени, больше, там, возможностей, больше этого. Чего-то вкуснее. Да, раньше была логика такая, надо досуг, увеличить количество... А сейчас получается, точнее, может получиться, пока ему, мне кажется, нет, что может быть пресс отсутствует этих вещей. То же самое. Да, тоже пресс, правильно. Он будет просто прессом. То есть, человек сам по себе, мне кажется, ты все-таки переоценишь эту вот свободу от тела. Нет, я считаю, что это требование времени, понимаешь, требование времени стать вот таким намадом. Требование. Я не говорю, что человек... Ну, а тебе правильно говорят, что у тебя пресс отсутствия тела может быть более существенным прессом, больше влияющим на свободу твоей, каком-то твоей либеральной ценности, чем недашний пресс. Я согласен, что это страшно. Я согласен, что страшно отказаться от государства. Это не страшно, тебе конкретную вещь говорят. Не то, что страшно отказаться от... Страшно не отказаться ни от пресса, от присутствия. А оказаться под прессом в отсутствии. Да, ты будешь просто... Будет такой же пресс. Может, он вообще придет к таким же, действительно, под пальмусе. Отползем? Нет, в том-то и дело, что он, получается, что он во многом страшнее, сильнее, чем тот, который был в присутствии. Вы просто пытаетесь это говорить с некого другого дискурса, да? Вот того дискурса, как можно было бы его назвать этим? Модернистом, да? Когда это... Нет, ты... Все разумно устроено, как бы, да, и ничего не надо менять. Вот я тебе этот тезис замечательный сформулировал, значит. Интернет, дебил, конденсация, так называемая. Да? Что большое количество в интернете способствует конденсации дебилов на форумах и везде. И способствует дебилизации жизни. Еще раз говорю, неизбежно. И посмотри, с этого начали. Кто тебя знает? Нет, ты пойми, что когда они говорят, что ты будешь свободен от пресса в присутствии всевозможных, то это не факт, что ты не попадешь под более жестокий пресс присутствии. И тогда тебя искусственным образом будут загонять под пальмой, что это и происходит. Пальмой под какого? Потому что пресс отсутствия существует. Ну как тебя поймать, если тебя не уловить? Ты вхажешь сегодня и завтра там, как же ты уловишь? Нет, нет, в человечестве нет, ну в так... Не в том же речь идет. Подожди, а свобода передвижения... Думайте, вас загонят. Кто загонит? Нету внешней силы. Влад, мы же на самом деле, пока нас можно... Свобода передвижения, это в принципе не такая же неосязаемая вещь. Нет, нет, согласен. Да не о том речь идет о том, что у тебя свобода передвижения. Те это хотят. Но тебя будут делать так, что ты будешь регулярно выбирать пальму. Ты вот посмотри. Правильно, сам будешь выбирать. Я ищу. Правильно. Сам будешь выбирать пальму. Поэтому состоит тот суть. Человечество расколется на тех, кто сам выберет пальму и будет ответственен за свою судьбу. И тех, кто будет двигаться... Ну вот я тебе рассказывал про эту замечательную ситуацию. Базе-коденсация. Знаешь, что такое, да? Что такое Базе-коденсация? Примерно, я уже не помню. Ну расскажи, Икру. Когда у тебя Базе-коденсация, когда у тебя частицы, обладающие целым спином, они как бы, частицы, они автоматически все будут собираться на нижнем энергетическом уровне. Ты понимаешь? Я считаю, это абсолютно свободные частицы. То есть неизлечимо. И они автоматически у тебя собираются на нижнем энергетическом уровне. Что у тебя была разная заселенность уровней. На нижнем больше народа, по что ты нам рассказываешь. На нижнем больше народа, потом более умный, потом еще более. Вот такая у тебя пирамида. Но в ситуации так называемой Базе или интернет-дебил-коденсации, у тебя искусственно подавляются верхние гармоники, интеллектуальные, да? За счет просто статистики самой системы. И все скапливаются на нижнем энергетическом уровне. Вот то, что Дима говорит, пресс, отсутствие, так называемое. Вот этот пресс-отсутствие, или это интернет-базе-дебил-коденсация, да? Она будет искусственно загонять людей под память. Вот о чем мы говорим. О чем Дима говорит. Дима, я это не очень понимаю. Почему как? Человек вроде казался... Ровно точно так же. Почему это случилось? С каким же причинам, по каким неразличимой базе-частицей, неразличимой базе-частицей, обменное взаимодействие заставляет их конденсировать в нижнем энергетическом уровне. Не происходит базе-конденсации. Вот ровно по этой же причине. Как только ты выключаешь внутреннее поле, все, у тебя должно быть счастливое распределение максимума, скажем, по скорости, или почему-то там, то есть, или распределение гипса, казалось бы, да? На нижнем больше всего народа они подпально лежат, потом, с вами, интеллектуальные люди, потом более энергетичные. Вот такая вот пирамида. Все такие свободные, все такие радостные, все такие счастливые. А фиг! А получается, интернет-базе-дебилизация. Ну, это самое смешное, что ты рассказываешь, что отчего даже сейчас нет. Ну, допустим, будущее там такое. Так как же нету, когда есть? Ну, сейчас прямо это есть, что ли? Есть! Ну, есть же структурированность общества. Оно есть! И мы же не дебилы же вот здесь сидим. И много кто чем занимается. Опять! Ты говоришь, придумал какую-то фантастику, понимаешь? И тут рассказываешь, что отчего нет. Ну, почему от фантастики? Ну, пресс, отсутствие у него лично может быть. Я тебе физически так сказал, а он тебе сказал на другом языке. Еще раз говорю, мы их свободные существа. Мы можем активно сопротивляться или что-то действовать. Так вот эти частицы... Ну, пресс! Ну, у тебя есть пресс, ты лежишь и не можешь, а другой может, понимаешь? Блин! Тебе эти самые частицы и показывают. Да мне нас... Частицы, это не личности, а у них нету ни свободы, выбор, ни никому. Ты мне пример привел. Чего пример привел? Я тебе пример привел. Если бы мы были камнями, наверное, мы бы тоже... Я тебе пример привел, когда у тебя отсутствие взаимодействия. Но мы не камни, понимаешь? Отсутствие внешнего давления, то есть внешнего поля, в котором они сослеят. Еще раз говорю, внешнего поля нет, но у него нету активности, у него нет свободы, желания действовать, у него нет. Да, брат, но ты... Действует, ближе, наименьшая энергия. Ну, я вообще смотрю по более вещах, там, не знаю, цивилизационных каких-то, по-моему, не знаю. Нет, ну что... Еще раз говорю, ну сейчас все то же самое же. Сейчас, вот сейчас, допустим, сейчас есть внешние стимулы, да, чтобы работать, что-то делать. Вы считаете, что пока эти внешние стимулы есть, пока есть плетка, люди будут оставаться людьми, да? Мы не знаем, ничего не делаем. Пока есть рамки, пока их пинают, ты заставляешь что-то делать, и они будут делать. Мы просто... И как только эти рамки убирать, как говорят, человек, вот тебе свобода, делай что-нибудь, он обязательно ляжет под пальмы и банан будет кушать. А то ему так, что ли? Ну, а я вот тоже знаю, что не... Иначе, если то, что ты говоришь, значит, человек действительно просто от природы говно, мусор. От природы мусор. Если человек отпускает, говорят, ну делай что хочешь, ты раз ложится под пальмы и ничего не делаешь. Мы пытаемся понять... Человек от природы, тогда мусор. В новой активности у нас есть, как бы, одна активность хорошего, этого посмотеринского дирисуса, либерального. Она состоит в том, что давайте мы освободим человека от всего, чего можно, дадим ему пожрать, дадим ему выпить. Если ты переросил, ты переросил уже. Еще раз говорю, я представляю о том, что человек представляет собой некую ценность, что он может что-то творить и созидать. Я представляю, что все-таки человек до другого рожден. Понимаешь, а ты, у тебя человек, это просто звень, как будто зверек. Ну, у тебя, у тебя рожден. Докормили его, он лег, поспал, проснулся, а мы докормили, опять лег поспать. Я конкретного механизма реализации, я в интернете представляю, как он, как вот этот, большая конденсация... Не надо ничего реализовывать. Дебил, конденсация происходит в свободном обществе, я не понимаю. Согласись, что, например, у тебя свободы сейчас больше, чем было свободы у каких-нибудь там древних людей, да? И больше свободы, чем было у другого человека. Да мне, мне замечательно. И чем дальше, тем больше свободы. Подходить, я к этому... Не, почему ты, не, ну, у тебя ты какой-то странный закон будешь. Свободы больше, больше, но ничего ведь не разрушается. Да, и у тебя вместо всевозможных сил, которые на тебя раньше влияли, у тебя возникает чисто некая статистическая мощная сила. Которую я называю статистическое взаимодействие. А ведь я же опять, как обычно, и люблю, делаю очередное великое открытие уже в области социологии. Ну, да. Ну, Дима тоже так говорит, как он на политическом языке говорит, как пресс-отсутствие. А я тебе говорю про некую социологическую силу, которая похожа в ситуации базе-конденсации для свободных частиц. Вот она, такая вот механизм. Мы его видим, и он работает. По крайней мере, Дима его видит совершенно в образом, независимо, правда, на другом языке. Я просто думаю, с точки зрения, опять же, социологии, это действительно может привести к... Ну, я говорю, там, ну, к 15 веку. Есть Джордана Бруно, и есть, там, окружение, понимаешь? Ну, тоже вообще круг. Тихо, вот не о том ты тоже. Ну, нет, я сейчас уже... Ты не о том. Нет, Булат говорит, что... По Булату это нормальная ситуация. Вверху свободный Баб Джорджана Бруно, он по-другому говорит. Потом три человека не свободных, не таких джорданистых Бруно. Потом совсем не джорданистый, совсем не Бруно. Нет, нет. А внизу под парень Булата Булата. Давайте, как бы, вот, полпа народа. Вместо того, чтобы сейчас отклоняться в сторону, возьмем конкретный пример христианства. Да, христианство, это продекларировало некие ценности, там, человечество, там, в массе своей, в определенный момент, их приняло. И почему-то до сих пор, как бы, несмотря на все эти провозглашенные лозунги, да, ничего не происходит, да? Как просто замерли в какой-то позиции. Да вот сейчас осуществляют, замерли и стоят. И ничего не пытаются делать. Почему? Почему они не хотят просто взять и жить по христианству, по-настоящему, как написано, и это начать и жить. Но они начинают говорить, ну, как же так, вот, тело, оно такое, вот, понимаете, страсти, нам страсти мешают, там, если не страсти, там, бесы, там, где-то, там, столпились, демоны, со всех сторон лезут, там, дьявол постоянно подкаравлют. Ну, вот, все мешает. Да, это просто аналогия. Все мешает. Понимаешь, я просто, действительно, другая, просто другой язык. Вот, все мешает, мешает, не буду ничего делать, да, вот, все мешает, опять, лягу под твою, подпаду. И точно так же буду банан грызть, понимаешь? Да не, блин. Ну, и логика ведь та же, на самом деле. Ты, все не о том говоришь. А вопрос ведь идет. Ты, ты, все, ты, все, все, все осуждения у тебя носят остро морально-нравственные активы. Да не морально-нравственные, потому что суть вопроса состоит в том, что человек есть возможность, да, он не есть действие, а активность. Да, блин, да пусть он будет сон. И если он активность не осуществляет, то его нет просто, понимаешь? Это кажется, что мы есть, мы тени. Пока мы активность не осуществляем, нас нет. Ну, это, понятно. Это любимая кость, сучки на тему. Ты можешь, как-то ты перед камнем не дефилируешься, ты можешь умереть, как ты в одном направлении. Нет, ну, видишь, активность. Я активный, блин. Вон я, чувак, я очень активный, блин. А кто-то просто это мелькание смотреть там, понимаешь? Ну, так а что, тебе самое главное звук запиши. Блин, ты, все. Ну, давай на христианский термин перейдем. Блин, не надо переходить на христианский термин. Ты там скажешь то же самое, что ты сказал. Да. Ты-то скажешь то же самое, что ты сказал. Правильно. Вопрос состоит в том, почему не удается. А я вот подозреваю, почему не удается. Потому что... Даже избранным. То есть ты не говоришь о всеобщем просветлении. Точнее, не о просветлении, а о всеобщем подвижничестве. Нет, как раз избранные есть. Избранные есть, а отдельные избранные есть. Я как раз и говорю, что почему это не удается. А потому что, на самом деле, действительно, я согласен с вами, людской материал не позволяет. Вот есть какие-то люди, которые осознают пиару. Ты опять о людском материале. Да они двинулись, остальные остаются. Ну, да, это универсальная формула. Пойми, что когда у тебя большое количество одинаковых частиц, они реально одинаковые, у тебя одинаковые частицы, они же не потому, что они плохие. Про распределение базы Ферми мы уже поговорили. Вопрос же, и все поняли, на самом деле, что это статистическое распределение, и там все это сваливается. Там на некий единый уровень, и все, и там замирает, как бы так, минимум, свело все. Мысля система пала от минимум энергии, да, это все здорово. Просто вопрос состоит в том, вот теперь, если отсюда сделать выводы. Получается, что человечеству, в принципе, бесполезно дергаться. Как родился, там, где родился, там и пригодился. Не надо еще делать. Человечеству или человеку? Человеку. Человеку. Не человечеству, естественно. Человечество как-то само по себе живет. Вот я вот и родился, да. Что мне делать? Нет. Имею ли я право что-то изменить? Могу ли я на что-то повлиять? И должен ли я как-то действовать активно? Вот задача Кургиняна, он решил, ему не нравится состояние страны. И он решил что-то сделать, изменить. Вот какое-то свое движение придумал, эти фильмы выставляет, пытается что-то идеологическое подвести под это основание. Он что-то делает, он активно за что-то борется. Вот вопрос состоит в том, правильно ли он делает? Не в правильном смысле идеологии. Правильно, что он так делает. Да, что он активен. Вы говорите, активным быть не надо, поскольку распределение базы фермерей. Давайте, это каждому по пальму, по банану и все. А я говорю, может быть, надо понять это как-то структурно, понять, как устроен человек. Я говорю, что человек есть чистое действие. И что он должен действовать, и пока только он действует, то он существует. Пока действует, то он существует. Опять же, это же исходит даже, можно взять основание философии Дикарта. Пока мышление действует, я существую. Когит и РВСУ. Но только это понято сейчас, понято из тех оснований, что человек, в принципе, есть чистая возможность. Понятно. А тебе говорят, что... А вы говорите, что человек это на самом деле декастатистическая единица, и она по распределению базы фермерей упадет на минимальный уровень, и все. Стоит только ослабнуть внешние необходимости, только стоит плетку, плетку... Убрать все, а человек перестает что-то делать. Очень важную вещь, которая... То есть мы рабы, рабы внешней ситуации. Это кто-то, который нацитировал тот дурачок тот французский. Ну мы рабы или не рабы? Французский. Нет. Ну получается что, по-твоему, рабы? Нет. Как только внешняя необходимость перестает... Нет, нет. Нет, во-первых, это... Ты не о том. Как этот дурачок французский, и как его зовут-то? Я не понимаю, просто. А что вы тогда говорите, я не понимаю. Давайте объясните. Тебе объясняют, что помимо всевозможных, как и говорят, прессов, присутствия всевозможных социальных требований, норм давлений, просто обычного голода или чего-либо еще, у тебя в системе, какой-то в социальной системе, у тебя помимо вот этих требований существует еще один очень мощный фактор, который не является физическим даже. А то, что его Дима называет прессом отсутствия, так называемый. Ну что это такое-то? Я так и не понял. Пресс отсутствия, ну... Но я тебе объяснил, как он работает на примере... Да, проработает на сколько угодно, но как он работает на тебе, на мне? Ну как? Вот я хочу что-то делать, я это делаю. Какой пресс отсутствия? И каждая частица, что-то, что и делает. И это очень важно, это на самом деле, что у тебя подобного рода... Игорь, не скрывайся за теми, объясни, что ты говоришь. Да блин, я тебе уже объясняю постоянно, как это происходит. Что у тебя, когда у тебя в системе абсолютно свободной, тем не менее, у тебя будет работать... Нет личного самолета. Ну что, что нет самолета, я реализуюсь в других... У меня есть какие-то возможности. Я реализуюсь в рамках возможностей. Да нет, об этом не идешь же речь. Я реализуюсь в рамках тех возможностей, которые у меня есть. Естественно, конечно, у меня не бесконечные возможности. Они же, Дереда, в первую очередь, социолог. И этот парень, который там это сделал, он тоже социолог. Только в рамках своих возможностей? Социолог. То есть мы пытаемся построить, что у тебя... Жак-Атали. Да, Жак-Атали. Мы указываем тебе совершенно верно, что в этой системе социальной работает еще один закон и еще одно фактор давления, который демон называет прессом. Но свобода все равно нет. А при счету свобода. Ну а как, свобода есть или нет ее? Да есть свобода, конечно. И вот эти частицы, они тоже все свободны до ужаса. Ну а что этот пресс, как он влияет? Как он отклоняет свободное желание? Поисходит дебил-конденсация. Ну допустим, сколько-то дебилов наували. Почему это повсеместно происходит? Ну совсем, совсем нет. А как? Если говоришь, что на каждого человека там прессовало, почему вот общество на таком стадии расширяет? Раньше. Прошено каждого, так или иначе. Но это было природное необходимо. Давит, что тут нет. Социальное, природное необходимо. Но сезаемое, материальное необходимо. Вы же говорите о какой-то не сезаемое необходимо. В общем, варианта... А давление не сезаемое. Мы же тут, благодаря тебе, Зима, замечательные социологические... Давай без этих, я понимаю, себя хвалить, ходить перед камерой, себя хвалить, это самое замечательное дело. Просто вы говорите о неком давлении, которого не существует реально. О неком, как бы, виртуальном давлении. Обменного взаимодействия, его тоже не существует как физическое взаимодействие. Я понимаю, виртуальное давление. Вот я говорил, например, модернизм. Над человеком давляет конкретные материальные причины. Природная составляющая, социальная составляющая, культурная составляющая. То есть некие конкретные вещи. Конкретные силы, конкретные. Конкретные. Аскорее антропологические. А вот в данном случае виртуальное какое-то давление идет. Да, да, да. Оттуда и речь идет, как обменным взаимодействием, являясь физическим взаимодействием. Влезть, в первую очередь, в статистическом. Здесь тоже речь идет о таком потомного давлении. Понимаешь? Как его описать и просвить, это было бы здорово. Взять его, это дело, описать как-нибудь и сделать эту штуку. Ну, сложно. Это скорее антропологически, даже не социологически. Ну, согласись, что если это дело получить, то могла получиться очень хорошая работа. Опять этого Атали, да, дурачка-то звали-то? Жак Атали. Да. Почему дурачка-то сразу? Ну, а чего нет, что ли? Он до сих пор живой, между прочим. Ну, хорошо. Он был советником причинения. Ветерана, по-моему, советником был. Ну, это тоже замечательно. Тоже замечательно. Был еще каким-то советником. То есть, хорошо, давайте тогда в наших фильмах. Космодернизм — это все-таки ад, и Кургинян здесь прав. Да, так что ли? Да не о том, блин, ты все время в нравственные разговоры... Да, я не в нравственные разговоры, я тему бросил, я пытаюсь понять, к чему же мы приходим, какие выводы в итоге? Ну, я как раз в том, что хотел Кургинян вспомнить. Ну, давай вспомнить. Ну, в общем, ну, как бы... Ну, он, да, считает, это он прямо адом, да? Да, прямо адом, да. Ну, изменися. Там все разваливается, все разрушается, все смыслы раскрошенные, там... Вот, 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 вот... Калейдоскоп такой... А мы этот механизм-то и получили, по большому счету. Ну, просто я не называю, я бы не назвал бы это адом. Я бы назвал бы, знаешь, что... Это не надо, я понимаю, что это... Мне, витам хорошо, мне реально хорошо. Ну, это как бы отсутствие вообще всякого социального прогресса, конечно. Мне так кажется. Ну, нет, нет, такая, наверное, опасность есть. Ну, технического, боже. Нет, такая опасность есть. Ну, кстати, технического тоже. Я согласен с тем, ребята, я согласен с тем, что есть такая опасность, что люди, как вы говорите, по пальму лягут с бананами. Но тем не менее, мы же говорим о чем? Либо человек представляет собой будущность какую-то, да? Либо мы считаем, что человек это просто винтик, и он должен остаться этим винтиком. Подожди, подожди. А тем будущим, что... Подожди, ну подожди, дай сказать. Ну что проблема-то, как странно. А тем той единицей, которая возрастает, является, ну не знаю, государство, нация, вся планета целая. То есть я пытаюсь сказать, что целостностью, которая возрастает, есть человек, да? Что он является тем, что движется вперед. А все остальное просто, как бы, есть просто условия этого движения. А вы предлагаете, что все другое? Такие тигры-экоры, я не знаю. Что у вас движется? Что в прогрессе движется? Ну я не знаю, может, не сам человек, а совокупность человека. Такая тигры-экоры движется, бля. То есть а человек винтик, винтик он тогда. Ну в общем, а может быть... То есть только ослабить нажим, и он сразу раз под пальму с бананом, и все. Не, ну у нас, конечно, грустная картина получается. Потому что получается, что, бог с ним, мы там эти... Ну мы же движенькие, как бы, грубо говоря, трудятся, а действительно от каждого конкретного, то есть там, от среднего там. И это означает, что новое средневековое нужно, да? Опять загнать всех традиционных обществах. Некое создание, некое, условно говоря, общество в виде робота огромного, да? Пресс, чтобы... Да, да, да. За всех туда загнать и поспастить, не соки качать, да? А вот этот огромный робот, он будет развиваться куда-нибудь. Огромное такое роботизированное общество, оно будет куда-то ввысь двигаться, да? Толпой, да. Ну вот только так. Ну получается, что... Это что говорит? Это говорит конец гуманизма. Ну ты определенный, ты определенный. И гуманизм он в чем состоял? Что именно человек движется, он является движущей силой. Не какие-то там силы там, а это бесплотные. Да, да, да. Либо мы говорим о том, что человек возрастает, и он изменяется, и он становится новым. И от того, что... Либо общество, или церковь. Либо все... Либо... Нет, либо есть некие роботизированные целы, где человек винтик. Ну, если бы я винтик машины, условно говоря, меня там как человека, то нет. Действительно, есть некие статистические целы, там, подчиняются ли они, там, базе Фермии распределению, там, или какому-то другому Максовскому распределению, там, я не знаю, там, Гаусс. Базе Эйнштейна. Базе Эйнштейна, хорошо. А базе Фермии другое? Фермии. Распределение Фермии, распределение базеи. А, да, да. Бо разных вещей. Хорошо. Фермии для фермионов, для членов целых. Хорошо. Базе для базонов. Во-первых, принимается, речь не об этом. Конечно, люди, кто вдруг наслышит, там, несчастный товарищ один, это, да, это вещь важная. Да, как раз это. Что люди, что частицы, с точки зрения микромира или квантовой механики, делятся на два принципиальных класса. На класс Фермии частиц, подчиняющийся статистике Фермии, который у тебя на одном уровне не может находиться больше, с одним набором квантовых чисел, находиться больше одной частицы, да. И базе, которые на одном уровне, то есть целым спинам, могут находиться в бесконечном количестве. И у нас тогда возникает такая вещь, что для фермионов, оказывается, они между собой как бы расталкиваются, искусственно занимают как можно больше и больше по пространству энергетического спектра. А базе, возникает феномен базе конденсации, когда фермионы искусственно предпочитают такое возникает физическое взаимодействие, которое спихивает все частицы на низший энергетический уровень. Ну это не существенное замечание. Ну это я просто так разговаривал, чтобы все знали, чтобы не было терминов типа базе, ферми, распространение. Ну ты пойми, на самом деле, есть смысл, который я хочу высказать, есть как бы слова. Ну слова неудачные, я на самом деле не следую за тем, как там базе, феномен, у меня вообще это все равно. Суть же не в этом состоит, суть вопроса состоит в том, что либо мы являемся статистическими единицами, да, в неком целом, либо вот я говорил в своем этом, так сказать, о неком целом, да, либо вот это целое есть человек, и тогда на самом деле... Нет, я понимаю, ты хочешь сказать, что человек это человек, который звучит гордо. Да, именно это. А мы тебе говорим, что человек это вообще-то, говоря, звучит скверно. Да, а по-моему, я умол. Да не, ну ты послушай, ну я же вот, ну я... А по-моему, я умол. Ну хорошо, тогда получается другая тема. А потом... Да, вот человек мусор, и не надо ничего делать, ребята, блин, каждому по пальме и по банану. Не, не, а потом ты понимаешь, что... То есть средних... То есть средних... То есть средних... То есть средних... Да, средние варианты... Ну я не знаю, но у него так получается, распределение это базе, как бы все это упало, на низ, на минимальный энергетический уровень. Ты да, ты... Ты освободил все от давления, все так... Правильно, то есть вот сейчас внешнее давление освободится, скажешь, можешь не работать, вот тебе миллиард долларов, и я пойду, я скажу, что, просто упаду там на коврик, и это есть, и буду, возьму бананчики, и буду так... И больше ничего делать не буду. Я понимаю, да. Гон в велосипеде. Я не важно, важно состоит в том, что у тебя представление такое. На самом деле я считаю, что это не так. Да, что человек там двигают не какие-то там внешние силы, да, и не какие-то там... Понятно, у тебя гуманизм. А есть, а, у меня гуманизм, да, именно, да, а у вас у тебя не гуманизм, потому что человек, у тебя винтик, винтик со статистичного целого. А у вас нифига не экзистент-статизм и не гуманизм. Да, у тебя винтик, че... Да, у тебя вообще непонятно что. Ты просто, понимаешь, ты как бы... Свою теорию-то на себя обрати. Вот что ты тогда, с точки зрения этой теории представляешь собой? Лежишь на диване, и это нормально, типа? Нет, я с точки зрения, я... Ничего делать не надо? Меня запихивает туда внутрь, я еще как-то сопротивляюсь. Куда тебе, кто там запихивает тебя внутрь? На минимальный энергетический уровень, кто-то тебе запихивает? Да. То есть, фактически, это речь идет о том, что если какой-то... Вот я говорил, у Кургинян же вот этот, третий его метафизический проект, состоящий в том, что постоянная борьба с темной силой. А вот это он может представить, что эта темная сила, это что, вот это твое распределение, Баранович? Нет, нет, нет. А что это? Нифига она, не темная сила, если бы она была... Оно не является внешним физическим воздействием. Оно вот именно... Оно не является разновидностью пресса присутствия. Оно является именно, что прессом отсутствия. Чистым, нормальным прессом отсутствия. А не разновидностью еще одной пресса присутствия. Вот, чего это важно. Это важный результат. Позиции выяснили. Нет, ну согласись, что... Результат, прошу прощения, заебись, а? Ну не ругайся еще, Игорь. Только люди будут смотреть, может, девушки будут смотреть. Они обидятся. И что, Тинькова... Давайте какой-то... Бизнес-секрет и через... Ну, ты же не хотел сниматься, да? Нет. Такой смелый сразу. На самом деле, Влад, про врагов, мне так просто достаточно интересно. Давайте так вот, как бы... Я просто сейчас резюмирую позиции, потому что это требует дальнейшего исследования. Потому что мы сейчас на семинаре этот вопрос не решили. Позиции тогда заключаются две следующие. Первая позиция – это то, что именно человек возрастает. Именно человек является тем целым, которое, как бы, просто движется вперед куда-то, там, ввысь, там оно движется, духовно возрастает, не важно, да? Именно прогресс, как бы, в мире связан именно с прогрессом, как бы, вот человека, да? Я считаю, это вот моя позиция. И другая позиция стоит в том, что прогрессирует нечто другое, некие другие целостности, там. Можно говорить, там, о народах, государствах, там, эгрегорах, неважно. Где человек представляет собой только винтик какой-то, да? И, как бы, хорошо, если этот винтик, как бы, в правильном месте прикручен, да? Потому что, если, как бы, ослабить его, как бы, там, условно говоря, напряжение, да, если, как бы, вот этот, как ты говоришь, пресс, там, присутствует или отсутствует, как будто отсутствует, как бы, да, там, то этот человек вообще ничего не будет делать. Там, ляжет где-нибудь под пальмой, бананом в рот, и все, и ничего ему не надо. То есть, на самом деле, возрастает нечто другое, да? И хорошо, что, я говорю, еще раз говорю, что если человек прикреплен к этому и норма. Ну, я не знаю, что уж возрастает, может быть, государство, может быть, вся планета наша как целая, ну, а сфера там возрастает, а что является субъектом этого возрастания, это для нас пока сейчас неведомо. А можно еще темку подкинуть, что, как бы, при отсутствии прессов, таких, осязаемых, будет страх их вновь обвести, типа, например. То есть, это будет страх потерять вот это вот, то есть, появится дополнительный пресс. Ну, это еще один пресс присутствует, это тоже интересно. Ну, тем не менее. Ну, тем не менее, это такая банальная вещь, конечно. Ну, да, на самом деле, это такое... Вот то, что ты сейчас говоришь про то, что боясь потерять это завоеванное, да, завоеванную свободу, например, как Европа сейчас находится, они постоянно под волной вот этого натиска и славы. Да, это же такой, на самом деле, натиск. Да, они боятся потерять то, что, как бы, было нажито благодаря вот этим всем революциям. Пока человечество, вообще, знаешь, теоретически, уж совсем, там, вдалеке, там, не забудет, как это без этого быть, то, ну, там, я не знаю, сейчас современный, вот, как ты говоришь, активный человек, вот, он, тем не менее, сильно зависим от, ну, от техники, как бы, бывает. Правильно? А, ты имеешь в виду, что вообще, говорит, что то, что может потерять даже такие вещи, как... Ну, видишь, что ты, все-таки, речь не идет о какой-то всемирной катастрофе, когда, там, просто, атомный взрыв, там, условно говоря, там, ядерная зима и так далее. Мы уж что-то, такую перспективу не хотим рассмотреть. Конечно, все возможно в этой жизни. Но мы, по-моему, все-таки считаем, что вот есть некий тренд позитивный, да, в технике позитивном, в социальном развитии, там, в коммуникации, вот, есть некий тренд, да, он постоянно только возрастает, конечно, не без проблем, да, не без движения, как бы, такого, немного иногда, может, и вспять, там, да, но все-таки тренд общий состоит в том, что сейчас мир стал маленький, да, вот раньше представление о том, какой огромный был мир, да, а сейчас земной шарик стал маленький, где-нибудь там что-то случится, там, в какой-то маленькой стране, весь мир уже, там, через несколько, там, условно говоря, часов уже об этом знает. То есть мир стал маленький, тесный стал. И это, на самом деле, в этом состоит прогресс. Дальше все будет теснее, мы все будет теснее, теснее, друг к другу подходим. И все это благодаря тому, что, если так можно выразить, везде уже существуют способы коммуникации, которые позволяют просто сделать все одновременно. То есть время перестает быть фактором, фактически все сжимается. Наша жизнь становится все более и более интенсивной. И мы сами можем ее интенсифицировать, если захотим. То есть мы обладаем уже сейчас средствами, и в принципе средний человек, зарабатывающий какие-то средние деньги, может позволить себе уже очень много продвинуться в интернете, конечно, может карьеру сделать, может вообще продвигаться, в принципе, по миру ездить, искать новых друзей, новые компании, выходить на необозримые пространства коммуникации, со всем миром общаться. Тут еще, видишь, важно не перепутать действительно какое-то полезное, опять же, в кавычках, саморазвитие, то есть активность как саморазвитие и просто самоцель. Это всегда так будет. Свобода так устроена, что рядом с этой свободой всегда лежит некая такая, знаешь, ну, в том говоря, мусор, что ли. Свободу можно, конечно, всю просто спустить, понимаешь? Просто истратить. Можно другим словом даже сказать. То есть это можно вообще просто пространировать. Да, да, это всегда будет так. Но с другой стороны, ведь нам важно состоит то, что либо это можно сделать, и это делается, либо этого сделать нельзя. Если, как вы говорите, есть пресс-отсутствие, да, как бы этого, в конце концов, что бы ты ни сделал, ты все равно под этот пресс попадаешь, и тебя вот вгоняет в этот, как бы, минимальный уровень этого. Ну, ну, стремиться вогнать. Стремиться вогнать. Да я понимаю. Вгоня это, стремиться вогнать. Вопрос тогда стоит, то, смогу я удержаться там, я поднимаюсь выше, да, могу ли я удержаться или нет? Да, просто речь идет о том, что если ты снимаешь все прессы присутствия, то это не означает, что ты снимаешь все прессы. Возникает некий новый пресс. И как с ним бороться, и как... Ну, и как бороться, значит, надо как-то двигаться. Как с ним жить, и как с ним... Быть постоянно активным, постоянно быть активным. Это очень интересный вопрос. Постоянно быть активным. Да, вообще, это чисто технический вопрос. У нас и так уже, видишь, это, там, вот, мы действительно, у нас интенсивность, у нас информация, информация, информация. Которая, в принципе, необозримая информация. То есть, мы должны все равно локализовать для себя, вот это вот для нас важно, а это уже не важно. Можно же просто упереться в это, например, просто невозможность переработать. Не, ну, дело в том, и не нужно перерабатывать. Перерабатывать должны вот такие обществи, как, я считаю, как, там, государство, там, не знаю, там, может, еще какие-то возникнутые общества, там, те же самые социальные сети. Какие-то другие общества должны перерабатывать. А мы должны просто продуктивно их увеличивать количество, понимаешь, информации. То есть, мы должны не сами перерабатывать то, что нам интересно, но в целом состоит в том, чтобы творить, да, вот созидать. А вы говорите, что есть инерция, да, и созидать где-то сложно. Пресс какой-то. Ну, важно. Это интересно. Интересный социальный результат. Все-таки интересный? Нет, ну социальный результат же интересный про базы дебил-конпенсацию. Нет, ну это же механизм. Да, механизм целый. Более взаимодействие. Тебе не Деррида с этим черпанием. Им-то слабо на таких счетах думать. Это же не всегда интересно, спор, типа, куда мир котится. Атали, ее как раз зовут? Атали? Шак Атали. А, Атали. Атали. Это же интересно. У них, вон, вишь, горды пафосы, потому что сейчас всех все от всего освободим, гомосексуальные семьи разрешим, и пусть их счастье. А оказывается, все дело не в этом. Но он, на самом деле, говорит не так. Он не говорит, что это желаемое, это, говорит, уже действительное. Ну это действительно. Техника, на самом деле, нас на то толкает. Мы стали мобильными, стали новыми кочевниками. Мы, на самом деле, человек живет в принципе от природы, но есть же у него такое кочевое начало? Ну, о кочевом начале это хорошо. И раньше люди были кочевниками. Но я говорю о кочевом начале не в смысле, как бы, только пространственном, а в любом, в культурном, в социальном. Да и культурном, в смысле, как бы, в общих смыслах, да, порождение смыслов, движение различных. Пока это просто нельзя применить к цивилизации, потому что золотой миллиард, может, они реализовали свое кочевное начало, как бы, в высших потребностях. Пока, да, пока это могут и... А три четверти мира реализуют свои кочевые начало вообще совершенно с точки зрения низших потребностей. То есть, грубо говоря, за еду там и за еще чего-нибудь такое. Вот, поэтому пока это, как бы, нельзя, мне кажется, назвать цивилизационной вещью. Хотя, уже миллиард это не так мало, можно сказать, цивилизационной все-таки. Ну, миллиард это много. Ну, не знаю. Продолжение следует...